приветствую я Татьяна Фомичева автор проекта кристаллософия и сегодня я расскажу чуть-чуть про кальцит кальцит это вот такой вот вот в данном случае у меня желтый камешек который очень приятно созерцать так словно на солнышко смотришь такой желтенький такой приятненький в нем есть структура которую тоже приятно рассматривать или вот шарик такой как планета почти кальцит может быть любого цвета может быть такой вот насыщенно желто-медовый может быть оранжевый может быть вот здесь у меня голубой или вот такой вот немножко бирюзовый может быть даже малинового цвета кальцит может быть и черного кальцита на земле много и это основа известняка и мела и мрамора в том числе но интересен кальцит еще и тем что вот его кристаллы в общем то вот такие вот призмачки которые преломляют цвет и создают двойное лучи преломления на них очень действительно приятно смотреть и в них можно видеть фракталы фракталы этой же призмачки внутри поэтому шарики кальцита от шаров горного хрусталя отличаются внутренней структуры она более такая упорядоченная и в ней есть некоторые вот вот такие вот призмачки даже если они очень маленькие и естественно на ощупь и на шелковистость он немножко другой кальцит прежде всего полезен вот например такой шар или вот такие вот куски кальцита для медитации для того чтоб сообщаться со своей верхней частью для того чтобы получать информацию преломлять свет и удваивать свое послание удваивать свою слышимость потому что помните я сказала двойное лучше преломления поэтому мы увеличиваем то эту информацию которая к нам поступает это наша высшая часть это наше сообщение с духовным миром при помощи кальцита более того кальцит создает нам радугу цветов того цвета который поступает к там как белый он раскладывает на радужные цвета и мы можем совершенно упорядочить свои послания вот это такого цвета это такой луч это такой луч это такой луч мы можем привести в порядок свои послания и можем в них ну как бы по-человечески их расшифровать в линейном времени не в единстве их получаем как на энергию в единстве а расшифровываем и раскладываем для себя уже на линейное время и линейным языком тем языком которым мы говорим о котором мы можем что-то объяснить вот я даже чувствую что объяснить кальцит человеческим языком становится сложнее так вот кальцит чем он нам полезен помимо медитации помимо духовных практик помимо того что мы хотим заглянуть и помимо того что мы можем использовать его просто как украшение дома преломления света и вот такая вот фигурка которая будет очень-очень радовать мы можем использовать кальцит тогда когда в нашей душе недостаток солнышка вот допустим этот желтенький когда нам не хватает душевного тепла когда мы не уверены как нам поступить когда мы потеряли веру и надежду кальцит всегда поддержит он вам поддержит спинку как позвоночник выпрямит он вам скажет что все тепло все хорошо я с тобой я тебе свечу я увеличиваю твои силы как минимум в два раза поэтому кальцит очень хороший камешек для работы со своей костной системой в том числе голубые кальциты считается что они для предвидения кристаллы кальцита найдены в шишковидной железе и на это явление называется кальцинирование шишковидной железы и никто из ученых сейчас не может объяснить почему это происходит но повсеместно открывается ясновидение и люди начинают заглядывать за грань получать послания и расшифровывать их так вот голубой кальцит это то что очень хорошо для вашей шишковидной железы для вашего горлышка и для того чтобы вы свои послания наилучшим образом прочитали и расшифровали для себя через слова переложили на линейную строчку может быть в тетради я татьяна фомичева автор проекта кристалла софи